Всем привет! Меня зовут Илья Яшин, я глава муниципального округа Красносельский и кандидат в мэры Москвы. Я уже не раз обращал ваше внимание на бардак, который творится в коммунальном хозяйстве нашего города. Тарифы ЖКХ постоянно растут, зарплаты дворников оседают в карманах коррупционеров, городские службы не справляются с уборкой снега. И вот еще один яркий пример. В Москве существует бюджетное учреждение автомобильной дороги. Оно подчиняется департаменту ЖКХ Москвы во главе с Гасаном Гасангаджеевым. ГБУ Автодор отвечает за комплексное обслуживание городских дорог и ремонт асфальта. Зимой в его обязанности входит вывоз снега. В гаражах Автодора насчитывается более 5000 единиц дорожной и коммунальной техники. Огромное учреждение. На прошлой неделе ко мне в муниципалитет на прием пришли работники ГБУ Автомобильной дороги. Четверо водителей рассказали об унизительных скотских условиях труда и проживания, которые создает начальство для сотрудников этого учреждения. Я хочу показать вам фрагменты этой встречи. Просто послушайте, что говорят люди. Мы водители ГБУ Автомобильной дороги АК-3ПК Грузоперевозки. Мы обратились в прокуратуру с коллективным заявлением, жалобой на действия сотрудников руководства ГБУ Автомобильной дороги. В январе месяце начался снегопад и нас обязали бесприказами работать сутками. Нам заплатили за работу в январе месяце меньше, чем мы работали не сутками. Запрещают мыть машины зимой теплой водой, потому что теплая вода не хватает на то, чтобы помыться людям после рабочей смены. То есть человек 10-15 моется, а 200 человек у нас в подразделении. Остальные грязные. Можно налететь на 3000 рублей штраф. Когда мы высказали, что водой горячей помыл машина. Когда мы выразили возражение, наша зарплата упала до 25 и нас сразу пересадили на нерабочие машины и говорят, вы ничего не получите. Пишите заявление и уходите. Когда выразили возражение, вообще воду отключили. Нам модуль построили только недавно, но они умудрились его заселить людей в два раза больше. Я подошел случайно к автоколонне и по поводу матраса, говорю, у меня матрас порван. Я говорю, у вас же есть на стадии? Я видел с своими глазами, в общежитии. Видел с моим матрасом, что новые матрасы завезли. Он мне ответил на данный вопрос, сказал просто-напросто, которые люди новые поступают на работу, это для них. Я говорю, а как мне нормально в матрасе спать? Купи за свои деньги. Сами представьте, матрас, который можно поднять за одну часть и он сбивается в подушку. Просто мешок и вываливается все. На каждого человека должны быть, если мы непродолжительный сног проживаем, 6 квадратных метров. У нас на каждого человека 2. Для того, чтобы выгнать, они попытались, начальник на меня накинулся и начал проводить удушающий прием. Я хочу продемонстрировать, как это было выгодно. Это вот так было выгодно. Мы участники боевых действий. Мы, десантники, все-таки, ну, есть у десантников такое высказывание принуждения к миру. А принуждение к миру все-таки мирными действиями должно быть. Все вы правильно делаете. То, что не гнетесь и то, что не даете себя уволить. То, что происходит, это беззаконие. И наша с вами задача и моя задача, как избранного глава муниципалитета, восстановить действия закона. И я готов ваши права защищать. 21 век. Столица России, которая по конституции является социальным государством. А к людям относятся как к скоту, будто мы до сих пор живем при крепостном праве. Работа сутками без отдыха, удержание зарплат, рваные матрасы с клопами в общежитии запрещают мыться горячей водой. Ну, просто вдумайтесь, экономят для людей воду. Почему взрослые мужчины, за спиной которых горячие точки, которые честным трудом зарабатывают, чтобы кормить свои семьи? Почему они должны терпеть эти унижения и издевательства? Доведенные до отчаяния водителя автодора с сегодняшнего дня объявили голодовку. Мы вот вчетвером приняли решение показать всем остальным и добиться своих прав, которые нам положены по закону, по конституции Российской Федерации. Мы объявляем бессрочную голодовку. Просто держите общественность в курсе того, что будет с нами происходить. Мы понимаем, что против нас будут провокации, разные рода акции. Я вас поддерживаю. Спасибо. Я выражаю поддержку протестующим водителям автодора. Я поддерживаю их требования, направленные руководству города и мэру Москвы Сергею Собянину. Вот эти требования. Немедленная отставка руководителя ГБО автомобильной дороги Александра Орешкина. Организация комплексной трудовой инспекции в автодоре. Восстановление нарушенных прав водителей, неукоснительное соблюдение норм трудового кодекса и выплата причитающихся им премий. Сергей Семенович, я вижу, как отчаянно вы защищаете права чиновников и начальников. Но люди, которые выполняют тяжелую и необходимую работу в нашем городе, не скот. У них тоже есть права, и они тоже заслуживают уважения. Люди требуют уважения. Друзья, не забывайте ставить лайки, распространять это видео в своих социальных сетях и обязательно подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!